Это программа «За дело» проект «Неравнодушные люди». Я Олеся Руснак. Сегодня расскажу вам историю Светы Кузнецовой, которая в 90-е по ошибке попала в коррекционный детский дом. Несмотря на все сложности и трудности пребывания там, Света смогла открыть в себе творческие способности. Художник кто это? Этот человек, который в этой жизни живет и работает, а не просто увлечение мое. Я не считаю себя художником. Художник кто-то от этой профессии получает деньги, как и я от маляра. Вот я маляр. И тут вот такие обои. Вот сюда. Раз, два, как раз тут подходит. Три, четыре, что-то хватает. Там пять-шесть. Света легко управляет шпателем. Знает, что такое грунтовка, как выровнять стены и убрать грибок. Тут у нас вчера прошпаглевала потолочкой, шпателечка вот такая. Тут тоже, там тоже. Прошкурил тихонечко. И тоже маслом у нас будет покрашено. Любое обшарпенное помещение после работы Светы как новенькое. Где опасно не наступать. Где окрашено. Раз, все. Некоторые у нас просто жильцы не понимают, что окрашено. Проходим. Вот смотри, мой бардак малярный. Тут ведерко, у меня все малярное. Света работает в ЖКХ «Маляром» уже восемь лет. В ее обязанности входит ремонт подъездов и квартир малоимущих, инвалидов и пенсионеров. Работа тяжелая и малооплачиваемая. Приходится жестко экономить, чтобы дотянуть до следующей зарплаты. В том идет аллергия. Где сырость, где грибок, где вот краски. Все равно это откладывается на твое здоровье. В Свете 42 года. Все свое детство она провела в детском доме. Мама, папа плохие, естественно. Поэтому тут-то я не виновата. То, что они-то у меня с умом и разумом не дружили по молодости. Плохой образ жизни вели они. Поэтому меня забрали от нее. Она, наверное, продолжала тусоваться в своем миру-то, в кайфовом. В детском садике я оказалась. Тогда еще заболела корью. Помню, что меня в больницу положили. Свете было 4 годика. Когда пришло время идти в первый класс, детей стали распределять по школам-интернатам. Они были переполнены. Мест не хватало. И Свету с двумя ее сверстниками по роковой ошибке отправили в коррекционную школу-интернат для умственно-отсталых. Которая стала для них настоящим адом. Свой первый день в тюрьме, так Света называет интернат, она помнит, как сейчас. После детского сада, когда я туда попала, Мясо брали, ну, я куколка была, длинные волосы, колготочки белые, сандалики, платьица, портфель тяжелый был в ромашку. Так эта сволочь, фашистка, у меня отняла сразу портфель, сразу раздела, сразу отстригла волосы. И под холодный душ. Я вообще в шоке была. Она мне какие-то тряпки там дала, мои вещи она убрала, все забрала. И я поняла, куда я попала. И мне девчонки подходят, слова не говорят, а то еще хуже будет. Прыгалки по тебе пойду. Когда я девкам доставалась тоже, да. И с тех пор я там как мышь была. А с ребятами, с девчонками мы очень хорошо дружили. В 90-е годы жестокое отношение к детям в сиротских учреждениях встречалось часто. Детские дома для умственно-отсталых были закрытыми. Туда не пускали даже волонтеров. Света вспоминает, как их били, отбирали еду и вещи, запугивали. Всем подряд ставили диагноз олигофрения, чтобы оформить инвалидность, за который воспитатели-надзиратели получали деньги. Там было запрещено учиться любому человеку. А вот пока ты маленький, не имеешь права ничего, да. Они испугом силы, битьем тебя заставляли бояться или как это вот. Я даже не знаю, как это сказать. И до гола раздевали. Господи, на голую сетку солдатские у нас в кровати были. Раздела вот она девчонку за то, что она что-то там неправильно сделала. И голый на решетку железную. У них в порядке вещей. Кто разрешал тебе так издеваться? Вообще ужас. Что-то побаловался мальчишка, то все мое. Она его каблуком по голове, и он потерял зрение. Так вот, да. И никакой ответственности их ничто не наказывали. Я каждый день считала восьмой, девятый, десятый класс. Каждый день считала, ой, когда с этой тюрьмы выйду, когда освободилось, все, свобода. После долгожданного выпуска из школы-интерната Света отучилась на маляра и сразу стала работать. Чтобы восполнить пробелы в общеобразовательной программе, которую она очень плохо знала, девушка пошла в вечернюю школу, где познакомилась с учительницей по истории Ладыгиной Ирины Александровной. Историей так и не увлеклась, но приобрела в лице учительницы хорошего куратора, которая рассмотрела в ней талант. Иришку встретила, два-три раза к ней сходила на урок, поняла, не мое. С этого я кирпичный дом не построил. И вот она, когда на уроке начала рисовать о чем-то там, не помню первые эти рисуночки, да, дурные. Вот она увидела, ага, художник. И одна из программ, мы рисуем историю. Да, вот тогда ты меня увидела. И у нас там большие выставки тоже. Смысл в том, чтобы человек рисовал историю, так как он это понял сейчас, ниоткуда не срисовывая. Вот у человека, например, с цветом ассоциации, или какая-то фигура, или какая-то форма. А со светой, чего она стала сразу же рисовать, я стала рисовать необычно. Тогда я еще этого не ощущала, представляешь, Лишка, это ты не открыла. Это маленькие почеркушечки на маленьких бумажечках. Много поддерживала, вот даже она видела, что образование уже как бы не мое, сломленный я человек, уже на психике нельзя учить. Она смотрит, нет, я не брошу эту девчонку, давай-ка ну-ка посмотрим, что в тебе еще есть. Когда я ее встретила, сразу я поняла, ага, это мой человек, могу этому человеку доверять. Все, и никогда она меня не подводила. Ирина Александровна привела Свету в благотворительный фонд «Большая перемена» в художественную мастерскую к Михаилу Николаеву. Главной задачей было научить Свету о замрисовании и сохранить ее уникальный стиль. Ирина Александровна пришла и говорит, Главной, давайте возьмем, есть девочка, женщина, вот она художник, она просто про это не знает. Там внутри огромный потенциал, там внутри, ну просто вот, ну она не умеет рисовать. То есть вот Ирина Александровна это разглядела в человеке, вот просто каким-то, ну она очень чуткий, очень чуткий, очень внимательный педагог, куратор. И когда Света к нам пришла, я, честно говоря, подумала, ну чем мы здесь можем помочь. Потому что первое, что я увидела, человека вот так, с натянутым капюшоном, очень плохо и тяжело общающегося, очень закрыто. С ней тогда говорить могла, по сути говоря, одна Ирина Александровна. Все остальные это вот враги, которые меня не понимают. Но я пошла тут абсолютно на доверие Ирине Александровне. Сначала я тому, что у нее появлялось из-под ее пера и из ее рук, я просто пугалась, потому что она... Она рисовала всем. Старыми колготками, делала какие-то инсталляции, какие-то немыслимые, из каких-то дверей. Я там иду по коридору, у нас старое помещение, включаю свет, а тут самурай стоит с мечом, с какими-то волосами таким. И все это современное искусство, это все, это был какой-то просто трэш, понимаете, просто ужас. Ну ладно, Ир, спокойно, так надо. Ты не понимаешь ничего о современном искусстве, в этом что-то есть, доверься. А это картина Светы. Это картина, которую она мне подарила на день рождения, которая меня очень поддерживает. Что бы ни происходило, как бы сложной сейчас не было, вот давай вот. Поэтому Света, это действительно вот большой молодец. Здравствуйте, заходим в мою мастерскую. Мастерскую. Так она у меня выглядит. Мы в однокомнатной квартире Светы, она же мастерская. Здесь она создает свои уникальные картины. Первое, что сразу бросается в глаза, это лик Архангела Михаила, который Света нарисовала прямо на стене, содрав кусок обоев. Никогда не обучался на иконописи, да, Леськ? Ну тут, нате, опа. Хотела почувствовать, когда Рублев рисовал Михаила Архангела. Как он, с какой истиной, с какой чистотой, с какой душой рисовал, в каком спокойствии. И получилось, у меня, наверное, за два вечера маслом писала. Какие огромные картины. Да, это можно сейчас распечатать, Леськ, и посмотреть. А у тебя все картины такие большие? Да, практически, да. Маленьких нет, да? Маленькие были тогда, но, видишь, вот это... Это считается маленьким? Да. Бытовой бардак. Компьютерная система, то, что мы сейчас люди создаем. Мы живем в таком искусственном сейчас мире, то, что он еще в бардаке, понимаешь, еще не разобрались. Так, это у нас Петр Первый. Петр Первый, его нет. Именно тот момент, когда он еще маленький был, там, подростком, и убегал от нянек, а они его ловили именно на полянке там. Свой стиль Света называют мультивидной. Образы, которые изображены на картине, Света специально не придумывает. Они приходят во время процесса. Я чувствую цвет, где, как его надо поставить, чтобы оно играло в соответствии. Это мой столик художественный, видишь? Он у меня построен совершенно по-другому, на банках стекло. Вот так вот, видишь? Там шесть банок. Они у меня тоже разные, мужчины. Свои произведения Света создает под красивую музыку. У меня в основном классика. Работает Света не только кистью и красками. В ход идут стекло и мозаика. Это японская осень, вечера темноты. Это у меня какой-то храм буддийский незаконченный тоже. Нет времени до него дойти. А так, это цветы Кот Леопольда. Сегодня Ирина Александровна сделала неожиданный сюрприз Свете. Она принесла ее первые рисунки, которые бережно хранила все эти годы. Я не знаю, сколько этим рисункам лета. Уже может быть 10, может быть больше. Давай посмотрим. Давай. То есть это прям вот архив-архив. О, да. И вот это, между прочим, то, что я увидела у себя на уроке истории. Кузнецова Света. Правление Николая Второго. Ни много, ни мало. Да. Тут написано карандашиком, я уже тут не вижу. Царский подарок в честь коронации. Кружка. Полная крови. Это какой-то, может быть, переходный? Может быть. Но все равно мне жутко нравится и мне очень интересно. Ты не веришь, что это хорошо? Что даже вот эти маленькие рисунки... А видишь, у каждого свой взгляд у тебя, видишь? Света очень долго нам говорили, ну это вы в большой перемене. Меня хвалите. Да. И вам нравятся мои рисунки, потому что у нас первые педагоги начали... Во-первых, Света все раздарила, во-вторых, стали покупать себе, потому что, ну что, будь большой художник, а у меня будет картина. Света к своим работам относится критично. Не считает их произведением искусства. И часто сомневается, поймут ли ее люди. Известный художник и скульптор Андрей Бартенев понял и заметил картины Светы. Предложил ей принять участие в своей выставке. Для нас со Светой он сделал, правда, очень много. Я как-то так осмелилась, ему написала несколько фотографий, послала, он сказал, боже мой, это прекрасно. И давайте, давайте, будет выставка Светиной картины. И мало того, что много выставок прошло, куда он звал Свету, коллективных выставок с их картинами на разные темы. Я еще видела интервью Андрея, когда он просто подходил к Светиным картинам, рассказывал с таким вдохновением, с такой любовью. Мне это очень импонирует. Раньше я ужасно рисовал темный, то все мое. А потом, когда меня Аришка к Андрею Бартеневу привела, на меня осторожнее говорит Свет, Андрей Бартенев не любит темные. А вот он, наверное, мне формулу вот эту дал, молодец. Благотворительный фонд «Большая перемена» помог Свете раскрыть в себе талант художника. Учителя и куратор Ирина Александровна привили ей любовь к книгам. Света читает классику. Я даже Чехов тут, 10 класс. Вот почему взяла? Вот надо, значит, Ришка. Не знаю. Читала? Нет, еще не трогала. Да. Вообще идеальный вариант, когда взрослый человек, студент, он, знаете, приходит к ней самообразование. Вот как Света, мы увидели, что у нее много книжек. Так не было в начале. Даже если она просто держит в руках и собирается прочитать, это уже хорошо. Несколько своих картин Света передала в фонд. Они размещены на ее сайте. Во вкладке «Галерея» их может приобрести любой желающий. Все средства с продажи идут на обучение студентов, ребят из детских домов и ПНИ. Света хочет, чтобы шанс получить образование и навыки, необходимые для нормальной жизни, появились как можно у большего числа ребят. Ребята, выросшие в системе, прошедшие все ступени этой системы, они к нам приходят. То, что они делают прежде всего, они садятся аккуратно и готовы выполнять. Моя задача перевернуть, сделать вот этот перевертыш. Учишься ты, я поддерживаю твою учебу. И хочется, чтобы за тебя это сделали. Но, к сожалению, получится только тогда, когда ты начнешь делать, а я буду видеть, что ты делаешь, и буду отлично видеть. Это я тебе могу точно обещать, я буду очень стараться. Буду видеть, чем тебя поддержать. Света мечтает купить домик на берегу Лимана и все свое время посвящать рисованию. Но пока это только мечта, заветная. А завтра я снова на работу в ЖКХ. Преображать некрасивое, восстанавливать разрушенное и дарить частичку своей души любимому делу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова